Когда-то у подножья Горного Хребта, в маленьком северном городке, располагалась колоритная школа. Эта школа была переполнена маленькой ученицей Элиф, живой красной книгой и мудрой учительницей Леди Внимательной. Каждый день ученики сидели за партами, открывали учебники и участвовали в веселых уроках. Однажды к городу присоединился новый студент. Его звали Маленький Художник Ветра. Маленький Художник всегда привлекал внимание своей яркой одеждой и материалами для рисования в сумке. Однако Маленькому Художнику было трудно приспособиться к новой обстановке. Маленькая студентка Элиф и живая книга Ред тепло встретили Маленького Художника. Гэжа Майнд Долусу также предложила проект, который позволит классу собраться вместе и лучше узнать друг друга. Каждому студенту было поручено задать друг другу несколько вопросов, чтобы узнать об интересах и способностях друг друга. Маленькая ученица Элиф спросила у Маленького Художника, какие цвета ярких цветов ему нравятся. Лайфбук Ред хотел поделиться своим любимым сказочным персонажем. Младший художник Винд Пейнтер рассказал другим ученикам, как сильно он любит рисовать. Однажды в школе проводился большой конкурс рисунков. Студентам было предложено нарисовать свой мир мечты. Маленькая студентка Элиф мечтала о красочном цветнике. Живой китап Кэрмызы спроектировал лес, в котором танцуют сказочные персонажи. Маленький художник Ветра нарисовал картину красочного неба и счастливых детей. Когда конкурс завершился, каждый студент гордился своей уникальной картиной. Гэжа Минд Долусу посоветовала своим ученикам, что у каждого из них разные таланты и мечты, и что им важно учиться друг у друга. За время, проведенное вместе, маленькая студентка Элиф, живая книга «Красная» и художник Ветра, маленький художник обнаружили, что школа — это больше, чем просто место обучения, дружба. Понимание друг друга и обогащение благодаря различиям превратили эту маленькую школу в настоящее учебное приключение. И именно так колоритная школа в Литтл Норд Тауне научила тому, что каждый ученик особенный, и как важно для них понимать друг друга и учиться вместе. Маленькая студентка Элиф, живая книжка «Красная» и маленький художник, рисующий ветер, сделали свой учебный путь еще более красочным благодаря поддержке друг друга. Школа стала местом, полным не только знаний, но и дружбы и понимания. Субтитры создавал DimaTorzok